Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в Майнкрафт на нашей технологической сборке. И в прошлой серии, ребят, наверное, меня не совсем правильно поняли. Я говорил, что мы будем начинать новый сезон, да, так скажем. Наш новый, да, летсплей это будет на практически такой же сборке. У них будет чуть больше модов, по идее. Но, ребята, не совсем правильно меня поняли. Они подумали, что мы будем начинать, собственно, новый летсплей из-за того, что вышел новый мисткрафт. Это как бы отчасти так, но по большей степени это все потому, что на сборке с новым мисткрафтом у нас больше миры не крашатся. То есть вот здесь вот у меня из вот этих вот книжек у меня есть два мира, которые вызывают полностью краш моего мира в общем. То есть если бы я не делал бэкапы, то наш бы этот летсплей закончился бы еще очень давно. В новой версии мисткрафта такого уже нету. Я уже попутешествовал более чем по сотне миров. И все идет гладко, ни единого вылета как бы не было совершенно. Поэтому именно из-за этого ради стабильной сборки мы будем, собственно, собираем новую сборку. И я буду начинать летсплей на этой стабильной сборке. Потому что многие ребята играют на ней же и просят сейвы. А так как все-таки не у всех хватает терпения, так как у меня делать постоянно бэкапы, то это обновление, я думаю, будет только всем на руку. Всем от этого будет больше пользы. И то, что да, придется немножечко заново поразвиваться. Ну, в этом я тоже ничего особо страшного не вижу. Мы будем развиваться уже быстрее, лучше, продуктивнее и так далее. А сейчас в этой серии мы начнем готовиться к походу в край к дракону. Но для этого мне еще, наверное, понадобится пособирать немножко жемчужинок. Сейчас, кстати, ночь. Можно пойти доломать мой кинжальчик. В принципе, за ночь у меня получается собирать около 10 жемчужинок эндерменов. Без особых проблем, по большому счету. Все проблемы возникают из-за вот этих вот товарищей. Но с ними тоже мы справляемся. И с одного удара мы убили эндермена и получили с него 3 жемчужинки. То есть, за ночь у меня получается... Ну, как за ночь? Я как успеваю, замечаю, что ночь наступила. Иду фармить жемчужинки. И, в принципе, штук 5 эндерменов убить получается. За ночь. Ну, да, когда удается их найти. Вот, еще жемчужинка. Одна или даже не одна. Еще 3 получилось. С этим кинжалом на лутинг, который уже починить нельзя, к сожалению, мы получаем довольно много жемчужинок с эндерменов. Иногда, правда, почему-то не получаем вообще. Я не знаю, как так может быть. Наверное, все-таки как-то может быть. Потому что, ну, вот, по-моему, только что мы не получили жемчужинку вообще. Во всяком случае, звука подбирания лута как бы не было. Ну, это не проблема. У меня уже есть 16 лежит. в моем, как он называется, мировом якоре. 16 и еще, по-моему, 10 даже лежит просто в сундуке. Поэтому сейчас мы сделаем из них, как они называются? Я не помню, как эти штуки называются. В общем, сейчас даже можем смотреть, пока мы тут недалеко. Так, что из этого делается? Вот, вот. Глаза эндера. Да, глаза эндера. Ну, правильно. Тоже мчужина эндера. Мы делаем глаза эндера. И с помощью них мы найдем крепость, в которой будет портал в энд. Ну, и, собственно, там мы убьем дракона, по идее. По идее, там еще с Divine RPG добавилось несколько новых мобов, которые будут нам очень сильно портить жизнь. Поэтому будет, я думаю, не просто убить дракона, но в любом случае, прежде чем закончить этот сезон, назовем это сезоном, я не знаю, коротенький такой сезончик, мы убьем, как минимум, дракона и, возможно, попробуем убить одного из боссов из Divine RPG, для которого нужны, там, как раз, глаза из мобов, которые обитают в эндер. Вот. И тогда уже, в принципе, с горечью на сердце можем заканчивать этот сезон, удалять к чертям эту карту. И, собственно, эту сборку, потому что новая сборка должна быть лучше, стабильней, ну, и так далее. Так, все, я не вижу больше эндерманов. Не хотят они спауниться, не хотят они, чтобы я их поубивал. Можно еще, в принципе, на болото пойти чуть дальше. Но... Это будет дольше. Так. Ну, и вроде бы... Все, я думаю, мне в любом случае уже хватит этих глаз. В техник паке мне хватило... Я так заглядывал, как я там это делал, когда-то на старом еще канале. Мне хватило 30 штук. Я, по-моему, даже меньше израсходовал. Поэтому, да, забираем сейчас все глаза. Во-первых, я забрал блейзеродики, из ада. И сейчас мы их передробим все на пыль. Можно еще, в принципе, мечики передробить. Это будет нам дополнительным золотом. Ну, этот мы поломаем. Ну, этот мы поломаем. Ладно. Зачем второй слотик здесь, интересно? Непонятно. Непонятно. Так. Ну, сейчас... Блейзероды придут сюда. И тут и останутся в печке. Так. Все. Ну, все. Хватит. Ну, хватит. Сколько можно? Эй. А, ну, правильно. Там 5 штук получается с одного... Из одного блейзерода получается 5 пыли. Так. Давайте возьмем отсюда часть жемчужинок. Я даже не знаю, сколько. Я думаю, хватит. И вот эти вот, которые у меня тут лежат. Этого, да. Более, чем должно быть предостаточно. Карьеру мне до сих пор копает. Так. Потихонечку, потихонечку уже... Где алмазики? Уже вон 33 алмазика, в принципе, есть. Ну, и вроде бы больше ничего особенного. Ну, вот этих вот, да. Блин, эти камни из Red Power, это просто ужас. Ладно. Так. Собственно, делаем. Глаза. 32. Ну, и давайте запасных сделаем 38. Ну, я надеюсь, этого нам хватит. Еще бы, конечно, было бы вкусненько сделать броню. С Blast Protection, а не с Fire Protection. Она, по-моему, она делается, по-моему... Или нет, или не по-моему. Я не помню, из чего она делается. Но не суть. В принципе, у дракона сколько? 200 жизней, да. Поэтому... В принципе, там... Блин, гаечный ключ забрал из мира с карьерами. Да, у дракона 200 жизней, поэтому морочиться с ним особо нам не придется. Будет более проблемно выжать под вот теми другими мобами. Так, выложим сюда Glowstone, железо и, в принципе, наггетсы. Можно сюда выложить наггеты. Так, и еще Enderman. А, может, это паук? Кстати, из пауков я выбивал... Что у меня здесь есть такого интересного? Из пауков я выбивал вот эти вот штуки. Из них можно сделать Ender Stone. А, из Ender Stone можно сделать вот такую вот броню. А, ну вот он, да. Вот эта броня с Explosion Protection. То есть, в принципе, довольно неплохая. И защита дает больше, чем моя. Damage Reduction дает больше. Поэтому... В принципе, больше тут нам ничего не надо. Давайте, может быть, сделаем... Нам не хватит этих шардиков, чтобы сделать наковальню. Или хватит. Сейчас посмотрим. Давайте. У нас получается три шарда, да? А нам надо... О, можно было кирку... Можно кирку из них сделать. Или топор. Прикольно. А, нам и нужно три. А Dark Stone... Dark Stone из чего делается? Glow Stone и Obsidian. Да, давайте сделаем... Этот. Новую зачаровальню, для которой не нужны книжки. Так. Делаем Glow Stone. Obsidian у меня немножечко есть. Мне, в принципе, этого должно хватить. Так. Так. Я что-то забыл, да? Как Glow Stone делается? Или он уже... Не делается. Ничего интересного. Тоже какие-то штуки непонятные. Это фейерверки. Так. Не, ребята. А где Glow Stone-то? А, вот. О, в компрессоре. Я понял. Я понял. Я так и думал. Я практически так и думал. Так. Компрессор, компрессор. Потом компрессор. Кидаем сюда стак. И сейчас... Блин, надо наделать сюда ускорители, конечно, было бы. Но это уже потом. Когда-нибудь отдельная история будет. И здесь, наверное, надо было бы поставить crafting table. Так. Делаем. Два, три. Чё два, я не знаю. Три нам надо. А вот этих вот. А, мы можем даже четыре сделать. Давайте сделаем. Четыре. Может, лопату сделать. Из вот этого камушка одного. Так. Не суть. Забираем сейчас glowstone. Да. Забираем отсюда. И сколько нам понадобится. А, на принципе, этого и хватит. Тут пусть glowstone делается. Это, в принципе, нам сейчас не помешает. Да и хотя и не особо пригодится. Окей. Делаем наковальню, наковальню. Не наковальню, а зачаровальню. Вот. Алтарь of corruption. И давайте пойдём поставим. Не пойдём, не поставим. Мне надо сначала бы, сначала бы взять топор какой-нибудь. Хоть какой-нибудь топор. И. Так. Поели вкусненько, сочненько. Где мои топоры все лежат. Топоры, 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 топоры. Нет нормального топора. Вот. Да, правильно. Я всё сюда повыкладывал. Окей. Идёмте, идёмте к нашему. Да, вот сюда. Теперь это можно всё убрать. Отлично. Наковальня упала даже на пол. Стенку вот эту можно сделать нормальной будет. Окей. Окей. Отлично. Ну и, собственно, вот это вот теперь мы снимаем. Демонтируем. И ставим. Ну, хотя, можно поставить эту штуку сюда. И наковальня сюда. Сюда можно будет вторую поставить наковальню, потому что, как бы, наковальня ломается, что очень-очень неприятно. Теперь мы можем зачаровывать предметы без книжек, без книжных полок. Вот. Без каких-либо проблем. Нам только лишь опыт надо. Хорошо. Идём, возвращаемся домой, в принципе. И отправимся на поиски. Да, книжки у меня есть. Вернуться домой. Отправляемся на поиски крепости, что ли. Стоп. Да, мы не отправимся, пока мы не заправим наш джетпак, потому что далеко мы не улетим. Так, так. Давайте, пока заправляется джетпак, выложу немного хлама из сумок. Да, тут совсем-совсем места нету. Надо делать было бы и этим. И ресайклеры, чтобы от хлама избавляться. Вообще кучу всего можно было сделать. И, наверное, нужно было бы... Но сейчас наша главная цель это пойти таки в энд. Тем более, ещё говорят, что грех тех убирает эндерменов из энда. Что... Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Посмотрим. Там зато добавляется много разной руды. В энде. Разные, да. Из которой мы, собственно, можем... С помощью грех теха делать разные, более полезные девайсы. О которых я ещё на самом деле не знаю. Так. Окей, поехали. Поехали. Можно даже эти глазики все собирать. Если всё нормально будет. Давайте отлетим немножечко вперёд сразу. И... О! О! Тут недалеко у меня крепость. Вот это да. Вот это прикол. А ну-ка. О! Или нет. Какой-то развод я чувствую. Что-то меня то вперёд, то назад... Чё-то непонятно. Забрал, забрал, забрал. В принципе, мне, наверное, даже и не надо было столько их. Так. Почему теперь меня назад отправляют? Что за дела? Блин, теперь сюда. Может, мне куда-то туда просто надо? Я не в ту сторону запускаю шарики. Да нет. Тюм. Теперь в другую сторону. Чё за беда? Вот сейчас он лопнул. Это значит, что... Что всё, мы приехали. Нет? Где-то. Вот так. Блин, теперь... Теперь... Что-то вообще в разные стороны. Меня ведёт как-то... Как-то странно и непонятно. Ну, давайте... Эм... Ну, ну, чё-то вообще... Ладно. Так, а я забрал? Ну, забрал. Давайте отлетим чуть подальше. Посмотрим вот отсюда, например. Куда же? Куда же? У нас... Блин. Такое ощущение, как будто бы каждый раз просто в разные стороны меня посылают. Иди, ищи, где захочешь. А, вот. Так, ладно, давайте пройдём через джунгли. Немножечко хотя бы вот... Давайте отсюда его запустим. Ну, вот. Падай, падай, падай. Нет. Где же ты? Где же... Вот ты. Оп. Остановили. Ладно, давайте дальше. Чё поделать. Да, у меня здесь есть храм. Может, по храму полазить немного? Всё равно куда-то... Непонятно, куда это нас ведут. Сейчас. Я на самом деле первый раз в храм из стандартного майна захожу. Я вижу, что там что-то не очень хорошее стоит. А-а-а. А-а-а. Всё. Это ради железа. Понятно. Ладно. Тут ничего интересного нам не будет. Это где-то открылось. Нет, вроде не тут. Да и не тут. Ну, ладно. А, пульт наверх, что ли, какой-то? Или это и было тут открыто? Ладно. Не суть. Нам сейчас... Главное-главное это найти... О-о-о-о-о. Вот сейчас над морем мы, конечно, все глазики и потеряем. Ну, давайте пролетим немножечко по морю. Сейчас где-то бы найти... Хотя, ладно. Запускаем. И... Вот он. Эй, нет, 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 нет. Не успел. Так, здесь я, по-моему, был, да? А, нет, не был, не был. Вот эти штуки из Ars Magic и вот там вот сундуки. И в сундуках там новые заклинания. И всякие штучки для... Собственно, тоже для заклинаний, типа реагенты. Давайте их пособираем, посмотрим, может, что интересное будет. Так, окей. Кстати, вот у нас единственное... Да, я не говорил, ВКонтакте я писал, но далеко не все у нас в группе ВКонтакте. Мы, получается, поставили на новую сборку Сумеречный лес. Так, так, нету. И, получается, хотели как-то избавиться от сбрасывания ачивок, но тут у нас уже ничего не получилось совершенно. Ну, ничего интересного я не вижу. Много вот таких вот замерзших, замерзших таких чанков, в которых сундуки. Что, в принципе, как-то не так интересно. Слишком легко получается. Так, эм, куда-то улетел, нет, или я что-то не понял. Давайте сейчас здесь встанем и запустим еще разок. Так, окей, запускаем. И летим дальше, собственно. Он исчез. Летим дальше, ничего не поделать. Давайте встанем вот сюда. Опа. Блин, он все равно летит туда. Ну-ка, если я запущу в эту сторону. Нет, он все равно летит туда. Ну, ладно. Значит, нам туда, я так понимаю. Еще один исчез глазик в никуда. Можно было брать с собой кинжал и эндерманов искать. Так, говорю, что можно было брать с собой кинжал и эндерманов искать. Ну, где-то... Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Так, теперь нас куда-то сюда ведут. Он вниз полетел, он вниз полетел. Да, нет, да, нет. Я не знаю, я не увидел просто. Так, заберись ты на дерево. Ну, что это такое? Нет, он еще вперед полетел. Блин, да где же ты? А, вот он. Вот он. Итого, это хороший знак, значит, мы уже где-то близки. А, вот еще один глазик. Отлично. Значит, нам туда. Давайте. Куда-нибудь так. Крипер, 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 крипер. Ай-яй-яй. Плохой крипер. Так, ну все. Я тогда начну копать. Наверное, вниз. Таким вот методом. Чтобы случайно в лаву не упасть. Кирка у меня благо позволяет копать сколько угодно, куда угодно. Наверное, вы опять ничего не видите. Ну, я думаю, мы будем быстренько так сейчас выкопаем и все нормально. Какой-то. Ну, ну, гравий, ненавижу гравий. Какие-то странные звуки я слышу. О, так. Ага. Хе-хе-хе. Да, вот. Мы где-то, конечно, куда-то мы вышли, но не совсем туда, куда надо. Ага. Нет, все нормально. Вот она крепость. Эм, вот она лава. Нам лавы не надо. Так, как мне, как мне... А, это эти... Блин, это гадские эти штуки. Точно. Я совсем про них забыл. Так, ну, крадемся. Мы крадемся пока что потихонечку. Да, вот эти вот черви противные. Спаунер с червями. Блин, как они страшно рычат, а? Ладно, поломаем его, наверное. Или нет? Когда у вас светло, вы не спавнитесь, интересно. Так. Блин, еще грубо. А, 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 вот ты маленький. Это ты. Что ты там дашь? Он бутылку выронил какую-то. Блин, они спавнятся, и когда светло... Ладно, я поломаю этот спавнер. Спавнер с этими штуками делать, я думаю, смысла нет. Так, что за бутылку? А, бутылку с ядом. Понятно. Можно было даже, оказывается, столько глаз... 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 Глаз эндерманов. Эндера. Глаз эндера. Не делать. Так. Интересно, что же у нас где-то здесь может быть, да? О, библиотека какая-то. О, прикольно. Это тоже, наверное, еще... Еще вон лампа. Блин, крутяк. Из Арсмэджики по-любому. О, кстати, паутинки. Вот, паутинки это то, что мне нужно. Говорят, можно попробовать поставить паутину в мою моб-гринделку. О, много руды и всякой ерунды. Сундучок. В котором нет ничего интересного. Ладно, тогда возвращаемся на место. О, вот еще один сундучок. Так, у меня иммунитет ко всему горящему нет. Что-то не похоже. Ладно. Так, 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 я горю. Мне неудобно, мне ничего не видно. Дружок. Дружок еще один. Все, можно здесь закрыть проход по большому счету. Да, у нас нечем даже проход закрыть этот. Все, закрыли. К нам никто теперь не придет. И можно... Давайте... Вот так вот вообще закроемся. Все, чтобы точно к нам никто не пришел. Можно здесь будет поставить и кровать на случай, если мы умрем. Можно... По-моему, можно, да? Я надеюсь, закрыть вот эту лаву. Так. Отлично. Сейчас давайте комнатку осветлим. И получается, сейчас мы сделаем здесь какое-то небольшое подобие базы. на случай, если мы умрем в неравном бою. Можно, в принципе, открыть портал сразу, я думаю. Так. Давай. Бим-бим-бим-бим-бим. Бим-бим. Бим-бим-бим. Отлично. Открыли портал. Но сейчас я туда не пойду. Я скрафчу себе еще, как минимум, один jetpack, а то еще и два. И, в принципе, все остальное у меня есть. Ну, пару бутылок на хп надо сделать. Я думаю, они мне помогут. Так. Так. Тоже закроем. На всякий случай. И давайте сделаем книжечку. Linking Book 1 и Linking Book 2. Одним мы, получается, сейчас телепортируемся домой. Он выпадает. Ага. Мы не телепортируемся домой. Блин. Мы отсюда... А. Правильно. Нет. Все нормально. Можно было просто этот второй не делать. Что-то я дам. Ладно. Оставим его там. Да. Все нормально. Мы вот этой книжкой возвращаемся домой. А вот эту просто зачаровываем, чтобы можно было телепортироваться. Все. А это мы просто выкладываем как ненужный... Очередной ненужный хлам. Так. И надо теперь ее переименовать на... 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 End. End. Окей. Все. Это у нас есть. Все вроде не так уже плохо. Теперь нужно подготовиться. Я, наверное, да, между сериями подготовлюсь. Соберу немножечко... Наделаю бутылок с ХП. Или, кстати... А, кстати. Зачем нам бутылки на ХП, если мы можем сделать, да, замечательную штуку, которая будет нас лечить. Так. Открывайся. Из... Из... Из вот этой вот руды... Так, как... А, она вот здесь вот у меня. А, она значит, что я еще в этом сундуке. Я что-то забыл. Вот. Из вот этой вот руды мы можем сделать... Сейчас посмотрим, как эта штука делается. Я уже не помню. А, не из руды. А, вот. Вот, вот, вот. Вот эта штукенция нам надо. Она нас лечит. Хотя, подождите, подождите. Из вот этих штук мы можем сделать серенаду лечения. Восстанавливает полностью все жизни. Ну, всего лишь 20 зарядов. По-моему, весьма неплохой вариант. Чанки делаются вот таким вот образом. Давайте глянем, что еще мы можем сделать из чанков. Ну, фаерпротек... Эта броня нам уже совершенно не нужна. Бесполезнейшая. А что вот это такое? Эндерсворд. Эндерсворд. Она точно такой же. Просто можно покрасить в красный цвет. О, как клево. Да зачем? Да зачем? Более полезного применения нету никакого. Вроде бы, да, и ничего. 13.75. 80. 13.75. 80. А в чем фишка? Может защиты больше будет давать? Я не знаю. Хотя, почему-то мне кажется, что вряд ли. Странно. Ладно, тогда мы делаем по-любому. Сиренаду лечения себя. Как она там делается? Стоп. Надо сначала сделать чанков этих 5 штук, по-моему, да? 5, 3, да, 5. И теперь делаем... Не так. Вот так. Да. Сиренады здоровья, я бы даже сказал. В принципе, нам вместо бутылок. Ну и все-таки, 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 мечик. Где мой весь хлам этот? Наверное, тут остался. В сундуке, в аду. Давайте сейчас глянем. М. Нет. Нету ничего. Странно. Очень даже странно. Даже я мог тогда деть... Наверное, я положил в какой-то другой сундук. Я люблю положить что-то, что не нужно в другие сундуки. Наверное, если нету в этом, то значит где-то вот в этих последних. А в этом точно нет. А если нету в этом, то тогда я совсем не знаю, где может быть. Я, получается, вместе с вот этими... С Незеритовой рудой, с вот этими осколками насобирал еще кучу всяких плюшек других. Куда я их зас... А, вот, да, я их просто кинул туда куда-то надо. Вот эти блатгемы, да, плавники акули, и вот эти штуки я просто положил не в тот сундук, который надо. Ну, все как обычно, все нормально. Так, и давайте возьмем два блатгема и сделаем еще лечащий меч, который будет нам восстанавливать по одному сердечку. Когда мы просто нажимаем на него правой клавишей. Сейчас давайте покажу, как это дело работает. Мне, конечно, люди пишут, что... Что, получается, вот этим мечом можно набрать себе много хп наделать, да? Больше наших стандартных 20. И потом якобы кнопочка U... U... У меня на кнопочке U стоит... Настройка вот этого вот... Мода, который портретики показывают. Так, давайте стукнем краба. Вот он нас ударил, да, допустим. Ну, и теперь можно брать вот этим мечом и лечиться. Вот, мы восстановили себе хп. У меча, в принципе, не так уже много зарядов. То есть это нам восстановит 500 сердечек, один меч такой. То есть, в принципе, добыть эту руду, ну, не то чтобы очень сложно, но все-таки это нужно делать в не самом благоприятном таком месте. Поэтому... Да, отстань ты от меня. Почему ты у меня успеваешь ударить? Я же махаю мечом, как сумасшедшие. Мне все пишут, что он же ломается с бешеной скоростью. Я не понимаю. Три к лишней. Окей. Все, на этом я буду серию заканчивать. Я мечик не буду расходовать. Хп еще сами восстановится. Да. В следующей серии, да, мы уже, наверное, пойдем-таки посмотрим на the end. Я надеюсь, мы убьем босса, посмотрим титры. И будем готовиться к убийству следующего босса. Потому что нельзя, на самом деле, закончить сезон, не убив хотя бы одного-двух, посмотрим, как там будет, боссов из Divine RPG. Потому что, ну, Divine RPG это один из основных модов на этой сборке. Окей. Ребят, все на этом. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Продолжение следует.